Привет! В сегодняшнем видео я еще раз хотела бы рассказать вам, как правильно составлять формулы солей и как их называть. В данном видео я расскажу именно о составлении формул средних солей. Это те соли, которые образуются в результате полного замещения атомов водорода в кислоте на металл. То есть средняя соль это у нас такое соединение, где на первом месте стоит металл, на втором кислотный остаток. Чтобы это понятие разобраться, вот есть данный слайд, на котором у нас указаны кислоты, их название и кислотные остатки и название кислотных остатков. Средняя соль формируется из кислотного остатка и металла. На первом месте металл, на втором кислотный остаток. Итак, если у нас, например, с вами есть серная или сульфатная кислота H2SO4, кислотный остаток SO42- называется сульфат. Азотная кислота HNO3. Ее кислотный остаток NO3 называется нитрат. Чтобы правильно составлять формулы солей, напомню вам, что валентность кислотного остатка равна числу атомов водорода, с которыми этот кислотный остаток связан в кислоте. Так, например, в азотной кислоте HNO3 валентность кислотного остатка NO3 нитрата будет равна единице, потому что он связан с одним атомом водорода. Так, например, в серной кислоте H2SO4 валентность кислотного остатка сульфата будет равна двум, поскольку он в кислоте связан с двумя атомами водорода. Валентность кислотного остатка в второводородной кислоте H2SO4 будет равна единице, поскольку он связан с одним атомом водорода. Итак, при названии солей вначале мы указываем название кислотного остатка, после этого название металла, который входит в состав данной соли, и если металл имеет переменную валентность, мы также в скобках указываем валентность данного металла. Так, например, сульфат железа двухвалентного. В скобках мы должны указать, что у железа в данной соли валентность 2. И формула будет сульфата железа двухвалентного феррум SO4. Если же у нас сульфат железа трехвалентного, то формула будет феррум 2SO4 трижды. И вот на следующем слайде вы видите название соли, формула соли, при этом также дается кислотный остаток. И от какой кислоты этот кислотный остаток? И валентность кислотного остатка. Например, натрий хлор. Кислотный остаток хлорид от хлороводородной кислоты H-хлор. Он одновалентный, потому что связан с одним атомом водорода в кислоте. И натрий заместил в данном случае водород в кислоте. И у нас получилась соль хлорид натрия. Или, например, следующий сульфид калия, следующая соль. Она образована в результате кислотного остатка от сульфидной кислоты. Он двухвалентен, поскольку связан в кислоте с двумя атомами водорода. Калий заместил два водорода в сульфидной кислоте. И у нас образовалась средняя соль калий-2С сульфид калия. Калий одновалентный, кислотный остаток двухвалентный. Поэтому формула соли сульфида калия будет калий-2С. Я думаю, это видео было вам полезным. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Спасибо, подписывайтесь на канал.